МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Миллиардные убытки. Ущерб от конфликта на Востоке оценили в кругленькую сумму. Кадровые ротации. У председателя Одесского облсовета новый заместитель. Возраст не помеха. В МГУ набрали новых слушателей и компьютерных курсов для пожилых людей. Несмотря на особый статус Донецкой и Луганской областей, ключевые вопросы останутся в ведении центральных органов власти. На Востоке разрушено 4,5 тысячи жилых домов, более 200 учреждений образования и десятки других зданий. Деньги на восстановление Донбасса выделит Еврокомиссия. Подробнее о главных событиях в Украине смотрите далее. Закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей, который разрабатывается после подписания Минского протокола, не угрожает территориальной целостности Украины. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Вы там не найдете никакой опасности территориальной целостности Украины, никакой угрозы независимости. Вместе с тем президент заверил, ключевые вопросы, международная политика, безопасность, функционирование армии останутся в ведении центральных органов власти. Глава государства также отметил важность проведения досрочных местных выборов и принятия законопроекта об амнистии для тех, кто не совершал тяжких преступлений. За время АТО на Востоке погибли 873 силовика, заявил спикер СНБО Андрей Лысенко. Всего с начала антитеррористической операции погибли 873 украинских военных, 3275 получили ранения. По информации Минздрава, почти 8 тысяч человек обратились за медицинской помощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что количество жертв конфликта в Украине достигает по меньшей мере 3 тысяч человек, около 6 тысяч ранены. 11 миллиардов 800 миллионов гривен – сумма убытков от конфликта на Востоке Украины. Такие данные озвучил вице-премьер Владимир Гройсман. Однако это предварительная сумма. По словам Гройсмана, уже разрушено 4,5 тысячи жилых домов, около 5 тысяч объектов системы энергосбережения, более 200 учреждений образования, 132 промышленных предприятия и 45 объектов здравоохранения. 22 миллиона евро выделит Еврокомиссия на восстановление Донбасса. Финансирование состоит из двух частей – 5 миллионов евро гуманитарной помощи и 17 миллионов евро помощи на развитие, говорится в сообщении Еврокомиссии. Напомним ранее о готовности оказывать содействие Украине в восстановлении инфраструктуры Донбасса и о намерении предоставить помощь для преодоления гуманитарного кризиса в регионе заявляли Нидерланды. Польша возобновила реверс газа в Украину. Эту информацию подтвердили в польской компании-операторе сети газопроводов «ГазСистем». Напомним, 10 сентября Польша заявила о снижении поставок газа из России и прекратила реверс в Украину. «Газпром» в свою очередь опроверг обвинения, заявив, что не сокращал поставок газа в Украину. Позже появились разъяснения, что речь шла не о контрактных, а о запрашиваемых объемах поставок газа в Украину. Они могут превышать контрактные, и «Газпром» не обязан их удовлетворять. У председателя Одесского областного совета новый заместитель. Им стал соратник Алексей Гончаренко Михаил Шмушкович. Кандидатуру на пост зампреда выдвинул сам председатель собрания Гончаренко. Большинство депутатов инициативу поддержали. Также на сессии утвердили изменения в областном бюджете. Об этом и другом в сюжете далее. Так патриотично и мелодично исполнением гимна Украины хора музыкального училища имени Данькевича началась очередная сессия облсовета. Еще до вынесения решений перед депутатами о темпах мобилизации считался заместитель военного комиссара Валерий Ищенко. Он сообщил, что за шесть месяцев в Одесской области призвали около шести тысяч человек. Из них чуть менее половины так и не пошли служить. 900 дел об уклонистых уже отправили в правоохранительные органы, но уголовные производства по неизвестным причинам не открываются. Суд не попал о ни одного дела. У нас выявлено более двух с половиной тысяч уклонения граждан от призыва на военную службу по мобилизации. Из которых 919 отказались от получения повесток при призыве по мобилизации. И 1200 человек и чуть более 1200 человек не прибыли по повесткам в военные комиссариаты после получения таких повесток. Отправляют ли повестки депутатам? Заинтересовались на собрании. Заместитель военного комиссара в ответ сообщил об отсутствии фактов отказа. Вопрос вручения депутатам или, будем так говорить, лицам публичным на сегодняшний день и их отказа от этого. У меня на сегодняшний день такой информации у нас нет. Кроме того, на сессии расформировали и лишили полномочий комиссию по депутатскому контролю за ходом досудебного расследования преступлений, совершенных 2 мая. Многие в зале возмутились тем фактом, что комиссия даже не отчиталась о проделанной работе. Не найдя ответов на эти вопросы, мы порождаем возобновление подобных ситуаций в будущем. Тем не менее, комиссию расформировали. Большинством голосов депутаты также поддержали решение о внесении изменений в областной бюджет. Больше чем на 20 миллионов проведен секвестер программы. Эти все средства распределены прежде всего на восстановление Куяльнирского лимана, на увеличение средств, которые направляются на гемедиарис в лечебных учреждениях, на программу беспечно-одещина. Вы помните, на прошлой сессии мы увеличили на 2,5 миллиона гривен, выделяем эти 2 миллиона гривен, на программу энергоэффективности. Произошли и кадровые изменения. Первым замом главы облсовета Алексея Гончаренко стал его давний друг Михаил Шмушкович. Кроме того, депутатские обязанности досрочно сложил Игорь Митрошкин. Вместо него место в зале занял еще один соратник Гончаренко, молодой программист Петр Обухов. Дерзкое ограбление. Неизвестные напали на ювелирное ателье на поселке Таирово. Вооружившись битыми и пистолетом, они ворвались в зал, травмировали продавщицу, разбили витрины и забрали драгоценности. Отпор бандитам дал директор магазина, который открыл огонь из травматического пистолета. Нападение длилось не больше 20 секунд. В ювелирное ателье на проспекте Академика Глушко четверо ограбителей с битыми и пистолетом ворвались в половине 10 утра. Позднее свидетели расскажут, парни приехали на старой серой Тойоте. Маски надевали прямо на улице, за углом от ювелирки. В зале в момент нападения была лишь девушка-предавщица. С порога один из парней кинул ей в голову большой камень. Ограбление от начала до конца зафиксировали камеры наблюдения. Грабители спугнул директор ателье, который начал стрелять из травматического пистолета. С момента последнего нападения на этот магазин прошло всего чуть больше года. Теперь оружие всегда в ящике его стола. У нас существует разрешение на оружие. Но вот непосредственно, когда мы находимся здесь, оно всегда как бы после того ограбления, которое у нас было тогда тоже нападение с оружием, оно лежит под рукой. Но что он начал стрелять в ответ. Выстрелил. Вот они испугались и начали убегать. Уносили ноги на глазах у толпы свидетелей, сбежавшихся на стрельбу. Задержать парней никто не рискнул. Они выбежали четверо и туда побежали за дом. Туда побежали за дом. После себя пострадавшие оставили разбитые витрины. Но унесли немного. Под стеклом находились в основном муляжи. И только одна коробка с драгоценными образцами. Средств как бы у нас нет. И как бы то, что мастер изготавливает непосредственно, он выложил образцы, чтобы люди видели, кто хотел, заказал уже готовые изделия. Я так визуально не могу сказать, что это надо делать переучет. Но находились цель, браслетик, крестик, кулоны. Непосредственно с этим они забрали вместе с планшетом. Милиция и вневедомственная охрана приехали через несколько минут после ограбления. Но с поличным задержать нападавших не удалось. В городе объявили план перехват. Альбина Молдованенко, Анна Зинкевич, Анастасия Кричко. События, телеканал Академия. Представители Международной общественной организации «Корабль мира» провели в Одессе ряд встреч со своими украинскими коллегами и журналистами. Миротворцы не только рассказывали о своей миссии, о движении уже 30 лет, и организовано оно было в Японии, но и делились советами по поводу ситуации на востоке Украины. Основная идея гостей города-героя – спокойная обстановка воцарится в стране, когда стороны конфликта сядут за стол переговоров. Организаторы привели пример своего корабля. Две недели совместного путешествия хватило палестинцам и израильтянам, хорватам и боснийцам, чтобы найти общие темы для диалога. Пообщавшись с той или иной страной, ознакомившись с той или иной позицией, иногда сразу, иногда через какое-то время, у меня не сформировалось бы какое-то представление о том, а именно о чем можно разговаривать с той или иной страной. И я абсолютно убежден, что вести диалог, вести разговор нужно всегда, какой бы ни был конфликт. Одесский журналист Леонид Штекель подчеркнул, что далеко не все международные конфликты следует рассматривать в одинаковой плоскости. Ситуация в Украине в какой-то степени уникальная. Это не значит, что не нужно вести переговоры. Вот это очень важный момент, что очень часто, как это было, например, в Первую мировую войну, между людьми пролегает пропасть непонимания, пропасть недоверия. И очень часто подобные вопросы можно попытаться найти, решить. А тем более, когда дело гражданства касается, как и в Украине, вопросов, связанных с взаимоотношением внутри страны. То есть я, например, совершенно твердо убежден, что события на Востоке имеют две составляющие. Одна составляющая, без сомнения, это агрессия России. Этого вопроса здесь даже нет. Но вторая составляющая – это отсутствие взаимоотношения внутри гражданского общества, внутри Украины. Поиски компромиссного решения продолжаются. И не только в Одессе. На катке «Льдинка» кадровый скандал. Родители юных фигуристов всерьез обеспокоены сменой руководства главного спортивного сооружения Одессы. Ведь на место уволенного директора «Льдинки» областной совет планирует назначить бывшего завуча школы, который в свое время проявил себя не лучшим образом. Кроме того, родители опасаются, что школу продадут. Однако в облсовете такую информацию опровергают. Говорят, рокировка происходит с целью улучшить работу спортивной школы. Подробности в следующем сюжете. У воли директора школы Николая Губко депутаты Одесского облсовета решили еще 26 июня большинством голосов. Причину не объяснили и даже не выслушали доклад руководителя «Льдинки». На место директора теперь планируют назначить бывшего завуча школы Юрия Ключникова. По словам родителей, он оставил не самые приятные воспоминания. На собраниях вел себя по-хамски, расформировал методические группы и вовсе редко появлялся на катке. Как родитель я могу вам сказать, для меня Ключников Юрий Викторович это как бы темная лошадка. То есть много сплетен вокруг его личности в том плане, что имеется и уголовное дело, открытое. То есть не предоставлено было о том, что дело закрыто или дело открыто. Вот такое есть назначение. Как будем действовать дальше? Ну, наверное, будем обращаться, что-то будем делать, чтобы школа все-таки оставалась школой. Это человек, который не умеет вообще не вести себя ни с родителями, ни с детьми. Он по-хамски разговаривает. Развалил все группы, то, что у нас тут были, он их поразваливал. И вообще-то человек имеет уголовное дело за собой. 368-я статья, часть 2-я. Это взятки в особо крупных размерах. К выбору кандидатуры на пост директора льдинки подходят взвешенно, говорят в облсовете. Его председатель Алексей Гончаренко утверждает, согласно постановлению Кабмина, возглавлять спортивную школу Олимпийского резерва может только человек с высшим профильным образованием. Его у Николая Губко нет. Кроме того, при поиске подходящей кандидатуры учитывались рекомендации авторитетных спортсменов и Федерации фигурного катания Украины. И вот письмо мне ответил президент Федерации фигурного катания Ларин, где он рекомендовал на эту должность Клюшникова Юрия Викторовича. Также мы еще выяснили позицию, скажем, уважаемых наших спортсменов. К сожалению, я там не смог связаться с Русланом Гончаровым, бронзовым призером Олимпийских игр. Но мы связались с его тренером, заслуженным тренером Украины по фигурному катанию, Тумановским Александром Борисовичем. Это очень уважаемый человек в этой сфере. И вопросили его, кого он бы видел директором льдинки. И он сказал тоже Клюшников Юрий Викторович. Хоть Юрий Клюшников мастер спорта по фигурному катанию и судья международной категории с ним не подпишут долгосрочный договор, у нового руководителя будет шанс показать себя с лучшей стороны, работая на должности исполняющего обязанности директора школы. Для того, чтобы быть абсолютно спокойными, мы приняли решение назначить Клюшникова Юрия Викторовича исполняющим обязанности директора на испытательным сроком около трех месяцев. То есть пока дать ему возможность проявить себя. Если кажется, что все в порядке, то мы будем его уже выносить на сессию и рекомендовать депутатам уже заключить с ним контракт долгосрочно. А вот экс-директору поступило предложение остаться работать на катке в качестве заместителя по хозяйственной части. Окончательное решение Николай Губко еще не принял. Анастасия Кречкова, Дмитрий Богомолов, Владимир Ивжич, Дмитрий Орджоникидзе. События. Телеканал Академия. Строительная афера. Недееспособные документы, липовые заключения и обманутые одесситы. С такой ситуацией столкнулись жители одного из одесских двориков. Им предложили заведомо провальный обмен. В силу специфики работы местных законодателей, строительный проект стал объектом вражды для целого микрорайона. Люди винят общество с ограниченной ответственностью «Ханбер». Подробности далее. Светлана Моторкина – единственная оставшаяся домовладелица во дворе на вице-адмирала Азарова-6. В 2007 году предприимчивый литовец Гердос Дубрицкас предложил жителям классического одесского дворика обмен. Новые квартиры на обветшалые флигели, пусть и в курортной зоне. Ему поверили. Он оселял почти, оселял правдами, неправдами, пожарами. Очень много людей умерло на тот час. При каденции Кучука нам порекомендовали уйти с нашей квартиры. Прошло семь лет. На месте снесенных флигелей пустырь, постепенно обрастающий мусором. Светлана до сих пор снимает жилье для себя, детей и престарелой матери. Обещанную квартиру так и не дали. По дороге в свой дом преодолевают полосу препятствий. А с недавнего времени и эту дорогу ей преградили воротами. Бумаги все как бы застройщика, он обязуется нас. Вицелиты, проход вильный. Где этот вильный проход? Где это завязано вицелиты нас? Вообще договоры паевого участия, которые по договору 3 и 3 о паевом участии из полкома, застройщик обязаны нас вицелиты. Конфликт освежило решение Совета ООО «Ханбер», инициатора дворовых рокировок, изолировать оставшуюся жилплощадь семьи Моторкиной. Выстроить на ее пути забор, лишив доступа в свой дом, вдобавок к отрестным коммуникациям. Сейчас здесь установят забор. Вы как управление благоустройством. Каким образом Моторкина будет заходить на свою территорию? Через забор будет перепрыгивать или как Карлсон спускаться вверх? Почему? Через калитку в заборе. Какую калитку? В заборе. Представители застройщика обязуются сделать калитку? У них есть все... Подождите, был акт составлен, вот инспектор. Акт о том, что госпожа Моторкина будет обеспечен беспрепятственный вход на ее территорию. Инспекторы коммунальной службы по благоустройству – единственные представители власти на этом скандале. Милиция не реагирует на звонки, прокуратура не отвечает в принципе. На все, что творится в переулке Азарова, есть благословение городской власти. В 2013 году было решение сессии городского совета о передаче этого земельного участка в аренду. Причем на три года. На три года, да. Срок действия аренды краткосрочный, всего на три года. Я не знаю, как застройщик собирается за три года здесь построить дом. Петр Кравченко – один из представителей местных ОСМД. Благополучные соседи, пострадавших от действий аферистов, засыпают жалобами органы власти. Есть в этой позиции и место для брезгливости к кулуарным замашкам городского совета. Но превалирует здравый смысл. Управление архитектуры и градостроительства не глядя подмахнуло решение декабрьской сессии Одесского горсовета. По реквизитам на 6-7 квартир, три этажа, не более. А Ханбер уже дважды проводил геологические замеры под строительство здания 18-метровой высотой. Причем один раз под документом, адресованным к другому переулку – переулку вице-адмирала Жукова. Кроме того, что такой нахолстрой может утащить в море весь квартал, теневые схемы сильно портят инвестиционный микроклимат района. Альбина Молдованенко, Николай Конюхов, Анастасия Кричко. События Телеканал Академия. Учебе возраст не помеха. В очередной раз это доказывают слушатели компьютерных курсов для пожилых людей. Пенсионеров бесплатно обучают знаниям компьютера в Международном гуманитарном университете. Студенческое пополнение принимал вуз президент учебного заведения Сергей Кивалов. Социальный проект «Бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей» успешно работает в Одессе уже два года. С каждым набором людей, желающих освоить компьютерную грамотность, все больше. И здесь нет секрета. Необходимость компьютера в повседневной жизни этим людям более чем очевидна. Вся информация оперативная, все в интернете. Я очень хочу, чтобы вы заняли эту нишу, чтобы вы чувствовали себя уверенно, комфортно. И самое главное, чтобы вы знали, что вы вас требовали. Посмотрите, сегодня практически невозможно обойтись без интернета. Мы выросли в то время. У вас не было возможности, ну, наверное, изучать компьютерное дело. А сегодня тяжело без компьютера. Самому старшему слушателю 85 большинству перевалило за 60 лет. Но их не пугает недоступность виду механизм. А его неизведанность, наоборот, подталкивает к новым знаниям. И тут уже дело за университетом. Пожилых одесситов разбили на 8 малокомплектных групп, по 10-13 человек. К компьютерному делу они будут учиться несколько раз в неделю в течение 2-3 месяцев. График у каждой группы будет индивидуальный, в соответствии с пожеланиями слушателей. И это необходимо делать, потому что государство задолжало перед этой категорией лиц. Они проработали десятки лет в разных учреждениях, организациях и платили в свое время хорошие налоги. Поддерживали наше общество. Президент МГУ говорит, чувствует, что в долгу старшего поколения. Ведь нашим отцам и дедам удалось заново отстроить страну после войны. А большую часть жизни они отдали своему государству. Десятки лет проработав на предприятиях и производствах. Все они активны сегодня. Стоит лишь создать условия. Это люди, которые сегодня, ну, довольно-таки еще хорошо себя чувствуют и хотят принимать самое активное участие в различной жизни. Их нужно чем-то занимать. Они очень активные, но они не в состоянии оплачивать за элементарные вещи, в том числе и за компьютерные курсы. И он хочет изучать. Это тысячу раз, слава Богу. Мы сможем этим самым продлить им активную жизнь. Иван Леонтьев, Анастасия Кричко, Виталий Химий, События телеканал Академия. Убили ради ноутбуков. Четырех подозреваемых в тяжком преступлении задержали правоохранители. По их данным, злоумышленники убили охранника автопредприятия, расположенного на Николаевской дороге, чтобы завладеть двумя ноутбуками. Сторожа связали, били железным прутом по голове и оставили умирать. Похищенную компьютерную технику продали за 2000 гривен. На третий день после убийства милиция задержала подозреваемых. В ходе следственных оперативных действий, а также оперативных мероприятий, была установлена группа лиц в составе четырех человек, которые задержаны, которым предъявлено обвинение. На данный момент ведется следствие. Одному из задержанных предъявлено обвинение по статьям убийства и разбой. Троим по статье грабеж. Им грозят сроки от четырех лет до пожизненного заключения. Международный фестиваль джазовой этнической музыки «Коктебель» в эти дни проходит в Затоке. В Одесскую область джаз «Коктебель» переехал после аннексии Автономной Республики Крым. На открытие музыкального фестиваля побывала наша съемочная группа. Отмечая новоселье в Затоке, «Коктебель» постарался не разочаровать и приготовил зрителям массу сюрпризов. Одним из них стало приглашение певицы Джамалы, которая специально для фестиваля подготовила несколько крымско-татарских песен джазовой обработки. Мне одинаково важны все эти выходы, все эти мероприятия, где я могу раскрыть свою душу, поделиться со своим слушателем своей болью и своей радостью. Открывал фестиваль, уже ставший постоянным участником коллектив Даха Браха, играющий в стиле этнохаус. Музиканты в своем творчестве сочетают мотивы разных народов. Концерты проходят на трех площадках, на которых в течение следующих дней выступит более 50 коллективов. Как начинающие, так и мировые звезды. Репертуар обещает быть самым разным. Если говорить о стиле музыки, это современная импровизационная музыка различных стилей. От джаза до хип-хопа и каких-то роковых вещей. В этом смысле это скорее фестиваль новых проектов. Несмотря на события, которые повлекли переезд в фестиваль, организаторы рады оказаться в Одессе. И утверждают, что Черное море, песочный пляж, прекрасная музыка – это те витамины, которые необходимы всем. Таким увидели 12 сентября наши корреспонденты. Это была информационная программа «События». Для вас работал Виктор Березовский. Всего доброго.